Будущий 2016 год станет для Камчатки во многом прорывным. На полуостров протянут оптоволокно, по которому интернет в компьютеры пользователей не пойдет, а буквально полетит. Это касается, впрочем, не только регионов Дальнего Востока. О планах Ростелекома глава компании сегодня рассказал Владимиру Путину. Цифровое неравенство, облака хранения. На встрече речь шла не только об этих не всем понятных терминах, но и вполне реальных миллиардах, процентах и зарплатах. Репортаж Олега Шишкина. Беспроводной интернет на хуторе Береговой появился этим летом. Теперь местные жители не представляют, как они были все это время без интернета. Сельские новости обсуждают в соцсетях, а если кого и увидишь на лавочке, значит в доме пока компьютером еще не обзавелись. Мультики для детей скачиваем, разукрашки, соцсети в основном. Да, Никит? Что еще? Фильмы смотрим. Как засаливать сало, например. Способы, рецепты закруток, это обязательно. Заплатить коммуналку, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, связаться с родственниками в любом уголке страны, береговой и говорит, и показывает. Сын Анны Михайловны с семьей в Туапсе, племянница в Москве, на звонках разориться можно, а через интернет можно общаться бесплатно. Как там у вас дела? Нормально, да? В гости вас ждать к Новому году? Очень хорошо. Подспорьем стал интернет и для медиков в местном фельдшерском пункте. Какой-то препарат, не знаю, что-то забыли, что-то новое появилось. Конечно, это облегчает работу в корне. У нас специалист есть, который этим занимается. Боюсь. На хуторе всего 350 человек. Коммерсантам тянуть линию сюда невыгодно. Интернет появился благодаря госпрограмме. Все работы выполнил Ростелеком. В планах подключение еще почти 400 сел и деревень в Ростовской области. Докладывая президенту об итогах года, глава компании назвал эту работу устранением цифрового неравенства. Строим оптическое волокно до небольших населенных пунктов. Должны были построить за 5 лет 200 тысяч километров. Сейчас уже построили 20. То есть план текущего года выполнили на 144%. Таким образом, жители небольших городов имеют возможность пользоваться услугами интернета и телевидения, так же, как и жители мегаполисов. От тех, куда это волокон дошло. Одним из самых масштабных стал и проект Ростелекома по прокладке современных линий связи на Дальнем Востоке. Два оптиковолоконных кабеля длиной по 900 километров каждый будут проходить по дну Охотского моря и свяжут Сахалин с Магаданом и Камчаткой. Мы построили оптическое волокно между Сахалином и Магаданом. 900 километров под водой. Очень сложный был технологический проект. В общем и целом мы с этой задачей справились. На следующий год будем строить оптику между Сахалином и Петропавловском-Камчатском. А потом чуть дальше уже пойдем в сторону Курильских островов. Таким образом, жители Дальнего Востока получат интернет на уровне лучших мировых стандартов. Темпы на строительство какие будут? Ну, я думаю, что в следующем году мы точно до Камчатки дойдем. А что касается Курильских островов, то проектная работа уже начата. Поэтому надеемся, что через пару лет мы эту проблему тоже решим. Еще одно направление работы – создание центров обработки данных, так называемых ЦОДов или Дата-центров. Вот так выглядят уже работающие центры. Здесь на десятках серверов хранятся данные о сотнях тысяч пользователей. В наше время, когда ценность информации постоянно растет, интернет развивается семимильными шагами, спрос на такие услуги будет только увеличиваться. Важно и то, что в ЦОДах Ростелекома для обеспечения безопасности используются отечественные программы. Мы строим систему, которая позволяет государственные данные хранить в специальных защищенных ЦОДах. Вот первый такой большой ЦОД вместе с тросом энергии, который мы заложили. Это будет, наверное, крупнейший ЦОД в Европе. На первый этап это 4,8 тысячи только, вообще до 8. Очень важно стоит. Сергей Калугин доложил президенту и о ходе реализации еще одной госпрограммы «Безопасный город». За три года Ростелекома только в Москве установил более 56 тысяч видеокамер в подъездах и дворах многоквартирных домов. По оценке правоохранительных органов, такая система видеонаблюдения позволила уменьшить количество уличных преступлений в среднем на 10%. Олег Шишкин, Юлия Чумакова, Олеся Трофимович, Наталья Голуб и Станислава Плетин. Первый канал. Продолжение следует...